Советские спецслужбы умело пользовались человеческими страстями, в том числе и походью. Привлекательных женщин, задачей которых было соблазнение иностранцев, в КГБ называли «ласточками». Оперативная техника, известная как «медовая ловушка», применялась не только в целях вербовки, но и тогда, когда нужно было скомпрометировать определенного человека. Для этого, как правило, привлекались красивые, обаятельные и интеллигентные женщины со знанием языков, например, актрисы театра и кино. Вопреки слухам, специального отдела, состоявшего из «ласточек», в КГБ, в отличие от «штази», не было. Интимные связи были поводом шантажировать жертву. Для мужчин, попавших в сети Агент-С, обнародование информации о сексуальной связи было чревато разрушением семейной жизни или карьеры. Поэтому такие контакты происходили в гостиничных номерах, напичканных записывающей аппаратурой. В книге КГБ Последний аргумент подполковник Игорь Атаманенко цитирует лекцию о «ласточках», прочитанную в Ленинградской школе КГБ. Заключительный этап загона объекта в медовую ловушку, ТЕ, его вступление в половую связь с «ласточкой», как правило, фиксируется с помощью фото или видеосимки для последующего оказания на него психологического воздействия, рассказывал слушателям курсов генерал-майор Леонид Козлов. Классическим примером медовой ловушки стала вербовка французского посла в Москве Мариса Дижана. Операция по его разработке, под кодовым названием «Галланд», продолжалась в течение трёх лет. В КГБ обратили внимание на личные качества 50-летнего француза, который был не прочь заводить знакомство с московскими женщинами и даже в открытую предлагал им связь. В качестве приманки для посла выбрали Ларису Кронберг, второстепенную советскую киноактрису. Эффектная блондинка понравилась Дижану, и несколько месяцев между ними развивался роман. Следуя указанию КГБ, Кронберг соблазнила француза, после чего к спектаклю подключились новые лица. Одним из них был бывший уголовник, который, исполняя роль мужа Кронберг, ворвался в квартиру, вытащил голого Дижана из постели и избил его. Напуганный дипломат рассказал обо всем случившемся генералу КГБ Грибанову, которого знал под именем правительственного советника Горбунова. Грибанов согласился уладить конфликт, не доводя его до милиции. Установившиеся таким образом, особые отношения между Дижаном и КГБ позволили транслировать через высокопоставленного француза выгодные для СССР идеи. По мнению Игоря Атаманенко, именно по рекомендации своего давнего друга Дижана президент Франции генерал Деголь вывел страну из НАТО. Для социалистического лагеря ослабление Североатлантического альянса стало крупной победой. О другом примечательном случае использования «ласточки» рассказывал ветеран контрразведки Глеб Черкасов. Одно время перед Лубянкой стояла задача по нейтрализации японского шпиона Кэнзимии Цзавы, легально работавшего в Москве под видом журналиста ведущей токийской газеты. Японец был довольно бдительным, но соблазнять его и не требовалось, достаточно было получить несколько нужных фотоснимков. Для этого была привлечена агент Эсса Эдита. В первый раз она встретила журналиста во время приема в японском посольстве. Девушка подошла к Мейдзаве с бокалом шампанского и, взяв его за руку, выпила, этот момент был сфотографирован. Через два дня японец столкнулся с этой же девушкой на улице. Поняв, что готовится провокация, Мейдзава попытался скрыться от нее на своей машине. Но Эдита сама запрыгнула в салон и села японцу на колени. Когда тот сбросил агент Эссу, она нажала на педаль газа, и Тойота резко выехала на тротуар. Пока водитель выруливал, чтобы избежать наезда на прохожих, Эдита сорвала с себя платье и порвала ширинку на брюках японца. Перед подоспевшей милицией оба предстали в неприглядном виде. Случился публичный скандал, и начальство японца сочло за благо отозвать его из Москвы, так что все связи, сложившиеся у агента с русскими чиновниками, были уничтожены.